Глава Галского района Константин Пилия провел совещание с заместителями, начальниками отделов и представителями творческой среды, архитекторами, художниками и скульпторами, на котором обсуждали проект мемориального памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии для города Гал. Проект памятника в районе рассматривался давно. Это желание было и жителей, и тут людей, исполняющих свои служебные обязанности. У нас, как вам известно, небольшой камень стоит и в самом не очень презентабельном виде. И каждое возложение, все время думаем, что надо-надо. И вот уже вышли на этап, обратились к Дару Чичиковичу, к вам, коллеги. Уже какой-то, ну, как проект у нас уже готов. Он в дальнейшем, наверное, будет еще согласовываться с комиссией по монументальным сооружениям по кабинетам министром. Мы планировали делать типа конкурса на выбор. Но сейчас пока рассмотрим ваш вариант. Я так предварительно тоже видел. Отлично. Сейчас всех ознакомим и обсудим все за и против. Потом будем выносить уже на общее обсуждение. Проектное предложение с архитектором. Архитектор здесь у нас присутствует. Это Светлана Владимировна Шаменкова, главный архитектор города Сухун. Ее супруги, они заслуженные, известные архитекторы, лауреаты Гулевской премии. И ни один проект мы вместе с ними делали. Мы делали тамышский памятник, мы делали кварчатский памятник. Но, что касается мемориальных памятников, мы делали и Багратов Шенкуба, как здесь, так и в Венгрии и так далее. То есть опыт работы в этом направлении у нас есть. И первый раз мы занимаемся. И когда мы выехали по приглашению главы администрации района, осмотрели объект, местность, определили и начали как-то работать. И сегодня мы впервые на ваш суд выносим вот такой идейный проект. Доминантой, конечно, безусловно, проекта является скульптурная композиция, благодарящая МАТ называется. Мы всегда хотели, чтобы он был величественный, интересный. И не городского или районного значения, а республиканского значения. Несмотря на то, что 30 лет уже прошло, уже везде, во всех городах, во всех районах есть памятники погибшим. Но если мы даже столько времени потерялись, зато мы выходим на такую интересную скульптуру. Проектное предложение главного архитектора города Сухум Светланы Шаменковой представляет скульптурную композицию, благодарящая МАТЬ. Она же МАТЬ ПОБЕДЫ, символ свободы и независимости Абхазии. Авторами проекта являются скульптор Цира Ахпа, художник-скульптор Нукзар Логуа, архитектор Робеслан Тимур Инал Касланзе и Светлана Шаменкова. В этом собирательном образе заложены современные формы скульптурной пластики. Образ матери в абхазском сознании и менталитете занимает центральное место. Об этом свидетельствует один из главных персонажей памятника устного народного творчества абхазского народа, нардского эпоса «Сатане и Гуаша». Черты лица образа матери выражают как скорбь, так и задумчивость, сохраняя уравновешенность. Она как богиня, которая не имеет права на духовное падение. В её руках меч – символ воина, защиты, оберег – символ мира и спокойствия, который в минуту опасности может превратиться в грозное оружие. Представила проект Светлана Шаменкова. Каждый абхаз от мала до велика знает имя «Сатане и Гуаши» с детства. Она для нас, абхазов, как книга победы для древних греков. И поэтому мы, авторы этого проекта, не смогли обойти стороной эти традиции и посчитали абсолютно правильным решением создания образа матери. Как мы видим, здесь она спокойная, скорбная, задумчивая, уверенная, молодая, как сатане, энергичная, красивая и уравновешенная. Сочетая все эти компоненты в одном образе, мы получаем образ несравненной, красивой, стремительной, молодой, свободной и независимой Абхазии. Она с профиля слегка наклонена вперёд. Её внутреннее эмоциональное состояние обращено к памяти богатырей всех поколений, которые боролись за свободу и независимость родной Абстны. Она же мать благодарящая. Композиция решена художественно по всем канонам классической скульптурной пластики. Она гармонично вписывается в пространство со всех точек зрения. С какой бы стороны зритель ни посмотрел, захватывает дух и начинает притягивать положительно, влияя на него. Центром композиции должна быть мать благодарящая. Вся архитектура обрамляет эту скульптуру символами абхазской государственности и с указанием сроков военных действий в Отечественной войне народа Абхазии. Высота скульптуры 4 метра, высота общей стелы 12 метров, высота флагштоков по 9 метров. Запрос на установку памятника погибшим был уже много лет. Не хватало средств это все реализовать. Мы создали комиссию по установке памятника. Комиссия пришла к выводу, рассматривались ряд проектов, о каких символах идет речь. И все единогласно остановились на символе матери, матери-защитнице. Сегодня прошла комиссия, тоже было единогласно. Все проголосовали за этот проект. Дальше уже будет у нас техническая часть. Это вопрос геологии, вопрос геодезии, съемку надо будет сделать в местности. И уже по этапу включимся, будем обращаться в правительство, будем обращаться в высшее руководство, будем проводить марафон к бизнесменам, к нашим все, чтобы собрать средства и на воплощение этого памятника. Думаю, у нас все получится. Архитекторами по этому памятнику является команда творческих коллектив Касс Архитекции. Проект выполнен в издержанных скромных очертаниях. Центром композиции будет являться скульптура. Скульптура круглая, просматривается со всех сторон. Проект был выполнен с учетом места расположения этого объекта. Вся архитектура будет выполнена в светлых тонах для того, чтобы подчеркнуть значимость скульптуры. Проект сейчас находится на стадии эскиза. Мы предоставили саму скульптуру, эскиз скульптуры и эскиз проекта по архитектуре. Комиссия сейчас его рассмотрела и единогласным решением его одобрила. Дальше наш проект будет разрабатываться уже в рабочую документацию, просчитываться с мета, решать конструкции вопрос, по конструкциям проводить геологические исследования и изготавливаться скульптура. То есть, если все это будет утверждено вашим руководством, то это все идет в работу. Я надеюсь, что гальцам понравится проектное решение и они нас поддержат и будут рядом с нами стоять при воплощении этого проекта. Сегодня на уровне главы администрации района мы обсуждали первое проектное предложение. И члены комиссии, уважаемые, которые входили в районную комиссию, они единогласно утвердили наш проект. Я думаю, мы будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время мы, наверное, уже практически будем приступать к определенным процедурам уже по проектированию и строительству. После долгих обсуждений все участники совещания единогласно проголосовали за установление мемориального памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, мать благодарящая в городе Гал. Анжела Убилава, Илона Микава, Батубиблая, Борис Сацуа, Калмедиа.